Продолжение следует... Некоторые стремятся к мечте. Я готов вложиться в фьючера. Я серьезно. Подумай об этом. Я нужен тебе. Пока мы в таком положении, хочешь украсть у меня? Я деловой человек. Знаешь, сколько людей работают в моей компании? Знаешь, чем хорош каждый из них? Знаешь нашу ежедневную нагрузку? До того, как все это узнал, ты говоришь, что инвестируешь в компанию? Пожалуйста, уважай работу других людей. Фьючерап – это не место для инвестиционных игр. Эта девушка лучше, чем я думал. Знаешь, на парковке не работает GPS. Без этой системы дроны не летают. А вот ее дрон внутри помещения взлетел. Она использует микроэлектромеханические системы. Если из этого сделать стоящую продукцию, можно заработать кучу денег. Следи за фьючераппом. Надави на их финансы. Устрой саботаж. У тебя это хорошо выходит. Не волнуйся, я понял. На самом деле, все отцы так думают. Все они считают, что их дочь должна выйти замуж за достойного человека. Разработка дронов – моя жизнь, моя карьера. Отойди от дел Мира Грёз. Готовься управлять новой компанией. Я планирую открыть филиалы Мира Грёз, поэтому тебе помочь у меня возможностей нет. Ши Йоэ, у тебя было достаточно времени наиграться. Пора возвращаться. Все данные нужно записывать. Также необходимо сохранить все съемки с видеокамеры. Понял. Жесун, ты тоже. Все записывай. Постарайся не наделать ошибок. Куи и Сяо подготовили на крыше. Все необходимое. Дай-ка мне. Босс! Все готово. Пойдем. Все готово. Дрон взлетел на установленную высоту и выполнил требуемые действия. Мы это сделали. Пусть спускается. Хорошо. Почему бы нам не перепрограммировать навигационные данные и повторить попытку? Не стоит. Давайте повторим. Нет времени для точных расчетов. Босс! Венди, что делать-то? 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 Победа зависит и от удачи. Как обстоят дела в компании? У нас нет средств, чтобы выкупить все акции Джоу Жаня. Компания не сможет функционировать, как прежде. Я всех подвела. Не вини себя. Все еще наладится. На самом деле, многие компании прислали приглашения на работу нашим сотрудникам. Ты уйдешь? Уйду. Если ты отступишься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова господин думаю срок действия вашей карты истек я тут работаю прошу прощения даже если все здания принадлежат вам без подтверждения личности вход запрещен прошу а а а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, вы не можете увидеться с председателем. Почему? Где он? Вам не назначено. Тогда назначите мне встречу. Мне жаль, с нынешней должностью вам нельзя встречаться с председателем. И какова моя должность? Водитель. Председатель, здравствуйте. Правда, очень сожалею. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. Что это значит? Я прислушиваюсь к просьбе своего сына. Ситуация изменилась. Прошло уже пару дней. А у тебя уже изменилась ситуация? У меня неотложное дело. Кто тут сказал, что хотел бы начать свою работу с низов? Кто никогда не сдастся? Не попросит о помощи? Не попросит денег? Не одолжение? А что сегодня произошло? Пришел за деньгами? Или одолжением? Ты заблокировал мой пропуск. Меня в здание не пускают. И теперь у меня нет права с тобой говорить? Пробивай себе дорогу с низов. Ты же хотел заработать сам. Я даю тебе такую возможность. Я внес тебя в черный список. И тем самым помогу тебе с ростом. Прекрасно. Старина Чан. Продолжение следует... Алло. Алло. Как я ожидал, из Чэнь Цзядзюн приходил ко мне. Если бы не Нан Цяо, он бы меня не послушал. Ты ему подался? Не говори ерунды. Я отказал в помощи Нан Цяо не потому, что я бесчувственный. Ты все сделал правильно. Так держать. Дуду, иди сюда скорее. Дуду, иди сюда. Давай, скорее. Садись. Ты слоняешься без дела, пока я, как проклятый, надрываю задницу. Ты правда не собираешься помочь в управлении компании Ань? Что насчет Тая? Закончил проверять Нан Цяо? Нет. У нее сейчас куча проблем. Не понимаю, как она будет объясняться с акционерами. Проследи за ней. Если Тая будет рядом мелькать, разберись. Ты же ничего к ней не испытываешь, да? Как долго фьючера псих-акциями могут продержаться? Максимум пару дней. Хочешь сказать, что она придет? Я без понятия. А если не придет? Будет ли это для нее достаточным стимулом? Если, чтобы защитить свою гордость, она откажется от своего детища, значит, я ее переоценил. Что ты делаешь? Ты же сдалась. На кой мне хранить этот металлолом? Воспользуюсь этой возможностью, чтобы вернуться в реальный мир, найти новую работу. И жить спокойной жизнью. Не трогай это. Это первая модель дрона. При тестировании он разбился через пару секунд. Следующий полет закончился так же. Но они не сдавались. Десять лет проводили исследования. Десять лет. Это результат более трех тысяч дней и ночей тяжелой работы. Какая от этого польза? У нас нет идей, чтобы выжить. Должен быть способ. Какой? Я просто вижу унылую нанчао, которая в одиночестве зализывает раны. Три года назад это был первый продукт. Мы столько пережили. Так чего ты теперь боишься? В худшем случае просто начнем сначала. Пока ты не отступишь, никто из нас не уйдет. Я снова встречаюсь с Юфен Кэпитал. Даже если мне придется встать на колени, достану деньги. Подумай об этом. Я нужен тебе. Оставайся здесь. Моя очередь стоять на коленях. Я дам тебе два совета. Запомни их. Во-первых, брак – это не игра. Ты должна знать, как все исправить. Во-вторых, расставь приоритеты. Карьера должна быть на втором месте. Ты должна уметь вовремя останавливаться. Этот парень вышел. Только результат для него неожиданный. Судя по его выражению лица, его отшили. Не волнуйся. Я поговорил со всеми заинтересованными людьми. Ему ловить нечего. Осторожнее со словами. Некоторых сложно остановить. А ты? Твой босс? А нет, твоя русалочка. Клюнула? Ты больной? Алло! Я знаю. Я знаю. Ты его нахал? Продолжение следует... Продолжение следует... Нам нужно поговорить. Я хочу поговорить с тобой. Я не хочу уходить. Если тебе что-то нужно, сначала станцуй со мной. Я не умею танцевать, а я тороплюсь. Ты торопишься. Но не я. Давай, танцуй. Я согласна с твоими условиями. Условия были действительно сотки. Если с чем-то не согласна, надо пересмотреть. Договорились. Сюда, пожалуйста. Мне нужны 50 миллионов юаней. Хорошо. Но я не хочу продавать тебе акции. Тебе нужны деньги, но не человек, верно? Я никогда не буду раздавать акции моей команды. А как же мои интересы? Одолжи мне 50 миллионов под 10% годовых. Ты просишь у меня 50 миллионов юаней под такие мизерные проценты? Если я даю тебе деньги в долг, то при возврате отдашь в два раза больше. Одалживая их, ты не рискуешь. Не рискую? У тебя нет ни машины, ни дома. У твоей компании нет постоянных активов. Что ты можешь заложить? Давай так. Пусть в залог будешь ты. Договорились. Мне вот интересно. Я даю эти деньги в долг тебе или твоей компании? Если хочешь, считай, что мне. Ты так уверена? Позволь напомнить, что у игрока есть своя доля. Если ты не сможешь выплатить, то я куплю акции твоей компании по рыночной стоимости. Хорошо. Мы заключим с тобой контракт. Дай мне два часа. Подожди. В этом нет необходимости. Ты мне настолько доверяешь, не боишься, что обману? Ты сама пошла на эту сделку. Чего мне бояться? Спасибо, Ши Йоэ. Не благодари меня. Если ты правда благодарна, покажи, что я не зря дал тебе деньги. Есть еще допусловие. Одно свидание. И какой смысл? Мне решать, есть смысл или нет. Хорошо. Думаю, Нан Цяо и Ши Йо хорошо звучат вместе. Пара, созданная на небесах. Продолжение следует... Продолжение следует... Откуда это у нее? Техника зависания в воздухе. Пролет за пределами видимости. Перестань шариться в моих вещах! Ты оглох, что ли? Что это? Это мои неудачные изобретения. Пей, пей! Я не могу. Давай, пей, не оставляй! Я все ближе и ближе к правде. Поехали. Поехали. Продолжение следует... Поехали. Продолжение следует... Поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Уйдя в самоволку, ты совершил ошибку. В то же время были утеряны важные документы. Кто-нибудь еще знал, что ты их взял? Если ты не скажешь его имя, наказание за их исчезновение понесешь ты. В исчезновение сверхсекретных файлов виновен Ши Цзюн Цзин. Мы приняли решение о твоем отчислении из небесных клинков без права восстановления. Так и знал, что ты здесь. Иногда я прихожу сюда в поисках вдохновения. Участвуешь сегодня? Давай я подстрахую. Так безопасней. И когда же мы будем соревноваться снаружи? Я слышал от Венди, что твоя проблема с деньгами решена. Именно. Ты проверила кредитора и наличие у него денег? Венди уже все проверила. Этот человек владелец бара Мир Грёс. Деньги получены законным путем. Ты думаешь, здесь кроется подвух? 50 миллионов – немаленькая сумма. Неужели за такую сумму взамену ничего не попросил? В нынешних условиях, когда мы страдаем от отсутствия инвесторов, это настоящая удача для Фьючер Ап. Я... Знаю. Но я действительно не могу взять деньги у тебя или дяди Чана. Мой отец наверняка разозлится. Не хочу подставлять дядю Чана. Тебе не кажется, что все это не случайность? События в мире Грёс, внезапный отказ проверенных инвесторов, появление этого владельца бара, кредит, появившийся так вовремя. Все это как-то взаимосвязано. Здесь точно что-то не так. Я выясню, что... Владелец машины с номером 7131 здесь? Это ведь твоя машина, да? Вашу машину поцарапали. Что? Я же оставлял ее на парковке. Пожалуйста, посмотрите. Просто небольшие царапины. А на другой стороне... Человек, что поцарапал вашу машину, сейчас вернется. Он просил подождать. В этом нет необходимости. Забудьте. Да, хорошо. Плохо дело. Как можно было так вляпаться? Всё в порядке. Владелец здесь? Идите, работайте, мы разберёмся. Это ты? Ё-моё, господин Чан! Какое совпадение. Я преследовал тебя. GPS? Какова причина? Кредитору для визита причина не нужна. Когда разогреешься, давай на время. Можем сейчас. Ты меня вызываешь? Страшно. Страховка всё покроет. У тебя она есть? О чём ты? У кого её нет? Сейчас принесу. Страховка? Страховка, сейчас найду. Страховка. Страховка. Субтитры сделал так. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я им позвоню. Здравствуйте, вы позвонили на горячую линию компании страхования жизни. Алло, здравствуйте. У меня тут происшествие. Я попал в аварию. Да, жертв нет. Предполагаемый ущерб... Довольно сильные повреждения. Я выиграла. Ну и я не проиграл. Понял, я отправлю фото. Да, спасибо. Вот, я им позвонил. Фото с места происшествия. Господин Чан, давай поступим так. В любой день, когда у вас будет время, мы вместе съездим и ценить ущерб. А потом я угощу тебя обедом. Как тебе? Ты надо мной смеешься? Ты оказал помощь, фьючерап. Зачем мне из-за такой ерунды создавать тебе проблему? Ты об этом? Да ладно, это просто моя работа. Разве это не просто работа? Ты помог нам с инвесторами. Это было очень важно для компании. Вот это... Слава брата. У меня много дел. Давай встретимся в другой раз. Созвонимся. Господин Чан! Обязательно позвони! Почему ты меня не подождала? У меня просто было небольшое соревнование. Как твоя машина? Ты уверена, что человек, одолживший тебе деньги, владелец мира грез? Да. Что с тобой? Чего это тебя интересуют мои инвесторы? У меня появилось вдохновение, так что я в лабораторию. Сказал 8 минут, вернулся через 8 минут. Босс есть босс. Класс. У тебя сердце-то после такого не заболело? Ситуация была неотложной. Мне пришлось его задержать. Кто сказал, что у меня сердце не болит? Да оно кровью обливается. На ремонт нужны деньги. Ответственность за свои глупые поступки, бери на себя. Я не в силах помочь. А твое желание откусить от чужого пирога не глупое? Мне нравится наблюдать за тем, как она обманывает со мной, сомневается во мне, переживает, но не может выразить свои чувства. Понимаешь? Но моя машина... Компания не будет за это платить. Мне нравится. Конечно, я не знаю. Извините, но мы закрыты Я забыл телефон Вам нельзя Ваш гость потерял тут вещь Разберитесь Извините, но господина Ши нет на месте Ши? Разве его фамилия не Цэ? Оставьте свой номер телефона, с вами свяжутся Как только мы найдем ваш мобильный, сразу сообщим Я вернусь Субтитры сделал DimaTorzok Чего встал? Быстрее Следующий Быстрее Это индивидуальный зачет Не командный Ты видишь во мне соперника? Да? Со мной тягаться Можешь только ты Если мой противник не ты Победа мне вообще не интересна На поле боя Никто никого не ждет Твое отношение Только провоцирует меня Чинь Цзянь Цзюнь, верно? Ши Цзюн Цзин Тренировка на 30 километров Я пробежал на 5 километров больше А ты сделал перерыв и в итоге Пробежал меньше Хвалишь меня? Он хвалит меня за то, что я сохранил свою энергию Инструктор четко изложил правила Я капитан первой команды И нам пришлось вас ждать А ты, будучи капитаном второй команды Решил выполнить трюк Ты опять меня хвалишь? Хвалишь за то, что я использую это А не грубую силу Я верю в правила 10 тысяч часов И не иду кратким путем Вот поэтому я не думаю Что мы должны стать врагами Мы дополняем друг друга И нам следует сплотиться Братан, ты продул Почему? Он проиграл, как только ты назвал Нашего многоуважаемого Чана Миролюбивым он А как обычно он меня называет? Мелкий засранец Давайте сфоткаемся Пошли Встаньте как следует Подходите поближе Мелкий засранец Пойдем сфоткаемся Я не хочу с тобой фоткаться Мелкий засранец Ну что? Пошли сфоткаемся Я не хочу Ну давай Давай, пошли Давайте общую сделаем Вставайте Так, становитесь ближе Хорошо Один, два, три Это у тебя грудные мышцы есть? Они у нас тоже есть Сними мои вещи Не трогай Я сегодня грудь с собой не прихватил Не могу я снять футболку Это моя новая футболка А ты ее испоганил Подожди, стой Что ты сказал? Ты ее ни разу не надевал? Так эта футболка девственница Она что, из твоей какой-то специальной коллекции? Я думаю, это подарок от девушки Который ему нравится Предлагаю обмен Тебе правда нравится дочь нашего офицера? Дочь офицера? Ничего себе! Она милая? Или горячая? Познакомь нас Покажи ее нам Стойте, смотрите Он счастлив, даже просто вспомнив о ней Уголки его рта поднялись А еще он со своей башкой Делает вот так Что это значит? Думаю, не до конца понял, какие их связывают отношения Я что, угадал? Да? Стой! Ты же говорил, что пошел на какое-то секретное задание Да, говорил Я читал разработки одного немецкого профессора О дронах Такого удачного расклада событий Трудно было добиться И поэтому ты меня обрек на страдания Хочешь, чтобы я каждый вечер писал ужасные и скучные рапорты? Конечно! Ужасно скучные рапорты Идеально подходят тупому и скучному тебе Но мне пора идти, отдавать свою любовь и объятия Невероятному простору знаний Ши Цзунь Цзинь, тебе звонят!